Всем добрый день! Сегодня у нас процесс перегонки браки на НБК, непрерывной бражной колонны, с одновременным отбором голов. Начнем с самого начала. Мы используем муку, обычную муку первого сорта. Муку разводим, избраживаем в этом бродильном кубе, который объемом примерно 1200 литров, рабочий объем 1000 литров. В данный момент здесь еще горячая брага с ферментами. Сегодня будем добавлять дрожжи. Пока сейчас охлаждается, сбрасывается температура, и будем добавить дрожжи, и потом начнет брожение. Как только пройдет активная фаза брожения, брага из этого куба перекачивается обычным насосом в эту емкость объемом 1000 литров. Эти емкости не имеют, эти емкости не имеют своего миксера, поэтому приходится пользоваться обычным строительным миксером. Но это раз или два за время перегона нужно смешать брагу, так как она довольно таки жидкая, с гидромодулем 1 к 4, поэтому абсолютно не представляет никакой проблемы. Брага из этой емкости перистальтическим насосом отбирается и подается по силиконовому шлангу. Этим путем подается в предподогреватель, вот сюда. Предподогреватель это обычный змеевик, система труба в трубе, навстречу идет пар забегая вперед, а брага обычной комнатной температуры 25-26 градусов сейчас здесь по внутренней трубе идет наверх, предподогревается, отнимает некоторое количество тепла у пара. Затем вот этой трубки, которые вы видите, брага входит в медную трубку, которая находится в полой царге и затем она попадает вот с этой медной трубкой, с этой медной трубки, ее можно здесь видеть, вверх колонны. Брага подается вверх этой колонны и по 20 перфорированным тарелочкам, действием гравитации спускается вниз. Стеклышки нужны для того, чтобы контролировать захлеб колонны, если он будет. Тарелки перфорированы с переливными колпачками, 6-дюймовая труба и 6-дюймовая, естественно тарелочки там. Отверстия в тарелочках 10-миллиметровые. Здесь находится невозвратный клапан, по которому пар идет вверх. Барда, отжатая полностью барда, с температурой 105,6 градусов. Это, конечно, повышенное давление в общей системе. Барда отжатая, тоже использует свое тепло. Четыре кожухотрубника, 45-сантиметровые, двухдюймовые кожухотрубники. Они работают как предподогреватель воды. Барда выходит в эту емкость и затем сливается влага в сад, как удобрение. Вода из обычной городской системы также нагревается в кожухотрубниках за счет тепла барды. Отнимает некоторое количество тепла у барды в этих змеевиках. Нагревается и затем через этот игольчатый клапан попадает в парогенератор. В парогенераторе трубка, которая находится ниже уровня испарения, ниже зеркала испарения, чтобы не сбивать процесс кипения. Контроль уровня воды пока что вручную. Автоматики нет. Вот этим клапаном регулируется количество подачи воды в парогенератор. Парогенератор использует два ТЭНа, 10 и 12 кВт ТЭНы, трехфазные, которые управляются через тот блок. Процесс работы НБК уже довольно-таки хорошо описан, не буду повторяться. Вкратце пар идет сквозь перфорированные тарелки вверх колонны, по дороге отнимая алкоголь у браги и по внешнему контуру этой царги, также по внешнему контуру этого предподогревателя пар попадает в этот ПВК. Это 450 литровый пароводяной котел с подогревом рубашки, имеет 4 ТЭНа по 8 кВт. На данный момент эти ТЭНы отключены. Процесс кипения в ПВК идет за счет подачи энергии из парогенератора. Здесь можно видеть 16 медных тарелок, 6 дюймовые тарелки с колпачковыми прокап, колпачки прокап и трубчатый дефлегматор. В данный момент идет отбор голов по пару, сквозной трубчатый дефлегматор, головы через обычный змеевик-конденсатор, охладитель, холодильник. Крепость голов, как видно здесь 96,6, головы сами отбираются покапельно, вот такой скоростью. И в течение всего процесса перегонки. То есть по окончанию перегонки браги и закончится отбор голов. По подаче энергии. Значит на данный момент подается 30 А, чуть меньше 20 кВт. Регулируется подача ампер через солид-стейт руле, через твердотельное руле. Вот в этот парогенератор. Этот куб, как говорил ранее, на данный момент отключен. Энергия в него не подается. Можно контролировать температуру в кубе, но она не совсем правдивая, так как датчик-сенсор находится очень близко к пару, который поступает в куб. В принципе это сейчас не имеет никакой разницы, какая температура в кубе, так как пар постоянно поступает и головы отбираются на всем протяжении прогона. Дефлегматор. Трубчатый дефлегматор управляется водой. Вода охлаждается водой, вода выходит вот сюда. Вот выходит. И через вот этот игольчатый клапан. Игольчатый клапан контролируется проток воды. На данный момент довольно весело струйка бежит. Температура входящей воды примерно на 16 градусов. Но сам этот клапан управляется через PLC. Так, PLC. Так это не его. Вот его. Вот установка ему на 38 градусов. Реальная температура сейчас 37,4 градуса. Наверное сделаем ему 37, чтобы головы более, еще медленнее головы отбирались. Ну вот так он работает. То есть проток воды в дефлегматоре контролирует PLC. Вот материнка. Да, этот клапан игольчатый. У него подача 24 вольта. Отсюда подается. Но это все управление для другого куба. Для вакуумного куба. Для вакуумника. Но на данный момент сейчас я как бы забрал у вакуумника одно управление. Вот этим клапаном. А я здесь развилку сделал. Это сейчас идет с того агрегата. Если буду делать вакуумником, то тот же самый игольчатый клапан управляется тем же самым PLC. Но уже вот открывая вот этот проток. Так, вот 37,5. Но выведет его потихоньку на 37 градусов. Затем остановится эристалтический насос. Больше отбирать будет нечего. Остановится подача энергии в НБК. То есть этот агрегат выключится полностью. И тогда в работу вступит другой агрегат. То есть будет подаваться энергия через него уже напрямую в этот ПВК. Этот клапан закроется. И продолжится уже отбор тела. Через ту же самую систему, как сейчас идет отбор голов. То есть выигрывая, в этом случае выигрыш идет за счет нити, не потери, сохранения энергии в данном ПВК. Все, на этом обзор использования непрерывной бражной колонны на 21,5 на 22 киловатта с одновременным отбором голов. Продолжение следует...